Сегодня, можно сказать, в гости к железнодорожникам из Дубая прибыли футболисты столичного клуба, выступающего в первом дивизионе. И нам предстоит посмотреть товарищеский матч Локомотив-футбольный клуб Родина. Встреча только что стартовала. Ворота Родины слева, ворота Локомотива справа. Тогда на 10-й минуте Миранчук сделал голевой навес на Игнатьева. Подача. Нечто подобное мы сейчас видим, и посмотрите, практически как под копирку. Гол, только не головой, а ногой сейчас он забит, и, как понимаю, не Игнатьевым, а Комано. У нас есть возможность увидеть повтор, и вот завершающий удар Комано. Так и есть, мяч летит вот сюда, и возникает момент. И что там, дотягивается до мяча Лантратов? Если так, то он вручает свою команду. Кирилл Колесниченко, полузащитник, пришел из Урала. На это также следует обратить внимание. Ну, и также мы видим, что сегодня с первых минут играет под шестым номером Фищенко. И вот шанс для контратаки у Родины. Впервые в этой встрече. Вернадо сделает точный пас. И передача проходит налево. Удар поворотом, и вновь Лантратов хорош. И вновь Илья вручает свою команду. Очень надежно действует уже во второй раз практически подряд. Опять будет Миранчук подавать? Ну, конечно. Конечно, Антон. Опять короткий разбег. Навес. Борьба. Центральные защитники локомотива подключились. Но никто из них пробить не смог. Миранчук бьет. Сильно бьет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что мы сейчас с вами увидели? Вот это да! Это просто шедевр. Это просто красота. Реферит дает свисток на перерыв. Первые 45 минут в контрольном матче. Локомотив Родина только что завершились. Вот такой вот эпизод. Давай-давай, расставим. Крупным планом Сергей Айдаров. Угловой. Родина в атаке. Подача. Кудяков до мяча, по-моему, все-таки не добрался. Слишком высоко свои ожидания, да? Не возносить. Команды под нагрузками. Команды много работают. Разные сочетания пробуются. А вот момент. И удалось отыграть один мяч после очень симпатичной атаки футболистам Родины. Есть гол. Еще раз с вами смотрим. Вот эта передача. Она голевая. И даже из пределов площади ворот. 78-й номер Родины щекой наносит удар. И вынужден капитулировать. Но есть огромное желание не проиграть. В целом, как команда, как коллектив. И каждый игрок старается себя как можно лучше тоже проявить. Но не в ущерб командной игре. Так. Локомотив атакует. Момент. Мог мяч сейчас быть заброшен в дальний верхний угол. Хороший эпизод. Был близок Глушенков к своему первому уголу за локомотив. Есть еще несколько минут у Родины для того, чтобы счет сравнять. Голдовин. И тут уже Удяков. Железнодорожники выигрывают в этой контрольной игре. У Родины 2-1. С чем их поздравляем? А Родину поздравляем, скажем так, с весьма и весьма приличной игрой против представителя российской премьер-лиги в первом контрольном матче на сборе.